Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас в уютной, светлой, радостной студии телеканала Думская ТВ на своей авторской программе «Достояние Одессы». Она моя программа о людях, на плечах которых, как на плечах вот этих замечательных атлантов с улицы Гоголя, держится наша земля. Это, кстати, Реннольд Штенберг в Нью-Йорке дожидается своей статуэтки. Я надеюсь, что я когда-нибудь ему передам ее. Я выбираю своих героев по крупицам. И это люди из разных областей человеческих, возможностей и знаний. Это учителя, врачи, это художники, архитекторы, музыканты. И встречаю я их по жизни. И отбираю я этих героев сама. Это мой выбор. Это мой взгляд и видение на развитие Одессы. Потому что эти люди, в самом деле, развивают Одессу в любое время. Самое сложное, они делают свое дело с любовью к нашему городу, продвигая и развивая его. А герои моей программы сегодняшней я узнала из журнала. Вначале я увидела, что это художник. И думала, что это художник и есть художник. Я внимательно прочитала о нем, посмотрела его картины. А потом жизнь свела меня с ним. Потому что этот человек стал моим парикмахером. Этот человек стал моим стилистом. Этот человек, который помог мне обрести новый образ. Вот все, что вы видите здесь и сейчас, это все создал замечательный стилист, модельер, художник Айк Авакимян. Здравствуйте, Айк. Добрый день. Айк Авакимян – художник, стилист, модельер, основатель компании Айк Ким. Родился 15 февраля 1991 года в городе Джернуки, Армения. Учился в художественной школе. После окончания школы Айк приехал в Одессу и поступил в Академию Красоты. Окончил Екатерининскую академию во Франкфурте, Германия. Айк Авакимян – основатель компании Айким, которая проводит громадное количество обучающих семинаров. А мастер-классы Айка привлекают неизменное внимание всех стилистов, желающих повысить свою квалификацию. В 2016 году Айк Авакимян вошел в топ лучших стилистов Украины по версии журнала Viva & Couture. Айк Авакимян неоднократно участвовал в конкурсах Кубка Одессы и Киева и неизменно получал медали за свое незаурядное творчество. Блестящий стилист Айк Авакимян работает с такими звездами, как Анна Седокова, Ольга Сумская, Тина Карль, Алена Амаргалиева, группа Реал О. Он заслуженный художник Армении, член Союза маринистов Украины, основатель линии авторской дизайнерской одежды Vatiko Art Group. Девиз Айка Авакимяна – по жизни идти вперед и не оглядываться. И именно поэтому он покоряет все новые и новые вершины. Айк, я очень рада, во-первых, вас видеть. Более-более вас видеть. Я рада, что я с вами познакомилась, потому что, знаете, я благодаря вам получила очень большое тепло человеческое. Приходя к вам в салон, я всегда получаю это тепло, радость человеческого общения. Вы безумно позитивный, радостный и творческий человек. Первая часть моей программы как раз посвящена истоков. Как оказались вы в этом удивительном деле стилист, имиджмейкер, скажем больше, модельер, художник? И как попали вы в Одессу? Итак, ваши истоки. С детства мечтал стать стилистом, парикмахером. Прямо с детства? С детства, потому что я в детстве уже стриг бабушек, дедушек во дворе. Прямо стригли? Конечно, конечно. Вот, и я стриг еще, помню, у мамы была коллекция кукол. И когда они уехали с папой, оставили нас с няней и с бабушкой. Пока их не было, мы с братом перестригли все. То есть все, всех посредили? Все куклы, больше 50 было. То есть у мамы была коллекция, и вы подстригли всю ее? Конечно, у мамы был шок, и она до сих пор вспоминает иногда, когда мы собираемся в кругу семьи. То есть история такая забавная достаточно. Но это была символическая история. Я думаю, мне это дано было с детства, потому что, ну, мне это всегда нравилось. Даже в неосознанном возрасте мне это нравилось. Я всегда смотрела, там, какие-то прически и тому подобные вещи, как одеваются люди. Мне это всегда было интересно. Вас это всегда очень привлекало. Я понимаю, что найти образование в этой отрасли у нас очень сложно. Каждый по крупицам выискивает себе все сам. Ваши университеты. Как это все происходило? Были ли у вас учителя по жизни, эти люди, которые оставили большой след? Такие наставники, которые за месяц оставили такой след, да, в моей жизни, что я до сих пор благодарен. Я готов им целовать ручки, потому что они действительно золотые люди. Золотые руки у них, да? Конечно. Поэтому есть, есть эти люди. Я учился в Питере после того, как закончил Академию Красоты в Одессе. Я уехал в Питер к одному очень талантливому стилисту. К сожалению, его сейчас нету. Вот. Я у него учился полтора месяца. И он мне дал очень много чего за полтора месяца. Он мне дал надежду. Он мне сказал, что у тебя получится. Это тебе дано. Это свыше тебя дано. И на самом деле, я настолько в это поверил, я этим просто жил. Он вам дал веру в свои силы, да? Что такое творчество в такой очень сложной сфере, как, даже не знаю, как это сказать, но стилистика. То есть имидж, мне кажется, то есть умение давать образ человеку. Я же понимаю, что вы не просто стрижете человека. Я же наблюдаю за вами. Это отдельная история, дорогие мои друзья, оказаться в салоне Айка. Там кипит жизнь, громадное количество людей, которых приходит, и Айка работает одновременно, и каждый человек чувствует себя при этом главным. Я правильно говорю? Это очень важно, потому что каждый человек – это индивидуальность. Каждому человеку нужен свой индивидуальный подход. Перед тем, как общаться с клиентом, я наблюдаю, даже если не смотря, я все равно со стороны смотрю, наблюдаю за движением, за походкой, за первой фразой. Как человек сидит, стоит, это очень важно. Я просто увлекаюсь еще психологией, мне это очень нравится, и это очень помогает в моей работе, общении с клиентами, в работе с клиентами, к чему клиент готов, и ни к чему не готов, и тому подобное. Поэтому первые пять минут у нас происходит такое, я бы сказал, такое интимное, очень близкое знакомство. Почему? Потому что это очень важно для дальнейшей комфортной работы, для того, чтобы отверлить человека полностью. Айка, знаете, мой дедушка был прекрасным партнером французской школы, и он мне говорил, он, в принципе, дал мне умение одеваться, почувствовать себя. Он говорил, что каждый человек, он не говорил слово «стиль», он говорил, каждый человек должен иметь свое лицо. Как человеку иметь свое лицо? Как человеку иметь свой стиль? Как, приглядевшись к человеку, вы выбираете для него образ? На самом деле, я смотрю сначала в глаза, потом я смотрю, ну, понятное дело, на качество волос, на форму черепа, потом буду внешние какие-то вещи. Поэтому после чего уже по общению с человеком я понимаю, в какое направление двигаться. Это очень важно, потому что если человек очень сильно закрыт, нельзя сразу резко предложить какие-то варианты. Нужно во время общения уже, допустим, а давайте я вам добавлю еще это, а давайте добавим еще это. Это почеркнет ваши глаза, тому подобное. Вот, поэтому по чуть-чуточку, по чуть-чуточку ты открываешь человека. И настолько классно, когда человек приходит через месяц и говорит, а ты понимаешь, что я поменял весь гардероб, а ты понимаешь, что в моей жизни столько всего произошло. Это удивительно. Это для меня всегда маленькая победа такая, да, когда я дарю людям тепло, я получаю это тепло, и я этим живу. Я без этого жить не могу. Я даже если отдыхаю в каких-то там, на курортах, даже у меня была ситуация, когда я был на необитаемом острове, ну, шесть дней мы были, после третьего дня у меня уже все, у меня уже хотелось что-то делать, мне уже было скучно. Я нашел мальчика, которому начал заплести там какие-то дреды, косички, потому что моя профессия, мне очень нравится. Я очень сильно устаю, но без своей профессии я жить не смогу. Это замечательно. Я знаю, что в вашей жизни большую роль играет живопись. Причем она абсолютно необычная, она очень интересная. И я для себя определяю первым в вашем призвании это все-таки живопись, потому что оттуда растет все остальное, оттуда растет творчество, оттуда растет ваша жажда. Вот давать человеку его лицо, в прямом смысле этого слова, да, как говорил мой дедушка, и менять его отношение к жизни, способствовать его успеху. В вашей жизни как возникло это удивительное дело? Ну, это все, опять же, пошло с детства, то есть у нас дома все обои были расписаны. Это вы расписывали? Так. Вот, и мы каждые три года все равно меняли обои и тому подобное. Папа очень сильно злился, но все равно он меня очень сильно любил и как-то разрешал, даже наблюдал за мной, как я рисую. После того, как увидел, что я вижу, он начал меня ругать. А перед этим он как-то так наблюдал за мной и ухмылялся. Ему это нравилось, как бы, да, но при этом это пошло все с детства. Потом, когда я уже вырос, я учился в художественной школе в Армении. У меня был очень прекрасный преподаватель. Он настолько был строг, и у меня все руки были синие, на самом деле. Если какое-то неаккуратное движение, у него была палочка, он очень строгий. По рукам. Но при этом это мне очень сильно помогло. После чего я уже в Екатеринской академии во Франкбурге обучился. И вот сейчас все равно я пишу так, как я чувствую. Очень часто мне снятся сны какие-то, да, определенные. Допустим, мне снился слон недавно. Я потом покажу на своей выставке эту картину. Мне снился слон, у которого треугольник, да, и все чакры. Я проснулся и начал писать эту картину. Очень часто бывает, когда мне снятся определенные картины. Поэтому я считаю это... Они приходят вам откуда-то, из ноосферы, откуда-то из запредельных высот. И вы их просто воплощаете. Воплощаю реальность. Воплощаете. Вы начали говорить сейчас о выставках. Я знаю, что вы... Давайте об этом немножко поговорим, потому что это интересно. Я знаю, очень важная область деятельности любого модельера, любого стилиста, любого художника в выставке. Потому что там ты, во-первых, делишься своим опытом. А у этой выставки, фестивалей, это какие-то фэшн, которые проходят. Я знаю, что вы активно участвуете во всем этом. И как стилист. И как участник теперь непосредственно, модельер своими моделями. Расскажите, насколько важно человеку участвовать, конкурировать, соревноваться, участвовать вот в таких разных конкурсах, выставках. Я знаю, что у вас многочисленное их количество. Знаете, это очень важно. Очень правильный вопрос. Почему? Потому что, когда ты участвуешь, ты чувствуешь конкуренцию. Ты хочешь сделать в следующий раз лучше. Ты наблюдаешь за работами других людей, как они стараются, как они делают. Ты все равно где-нибудь, все равно напитываешься этой энергией. Хочешь сотворить еще больше, еще лучше. Соединяешь какие-то стили. Это очень важно. Очень важно показать людям, для чего мы делаем. Для того, чтобы показать, для того, чтобы делиться нашей энергией, нашей работой. Очень важно. А делать дома и сидеть, я считаю, это неправильно. Какие самые интересные конкурсы были в вашей жизни и самые интересные фестивали, выставки? Ну, выставка у меня последняя. Вот моя последняя выставка была в Союзе журналистов. Мне безумно понравилось, потому что было очень много людей, очень много журналистов, очень много художников. Там была именно художественная выставка ваша? Именно художественная, да. И даже, конечно, изначально меня не объявили. То есть потом, да, вот в середине мероприятия, потому что там было еще много других мероприятий, я за спиной слышал, у художника, наверное, с наркотиками проблемы. Союзы, да? Какие-то обсуждения, я все равно, мне сначала было как-то так неловко, не очень было комфортно это все услышать. Потом я просто открылся и слышал все, что говорили. То есть люди, они все знали, что это мои картины, поэтому я услышал свой адрес очень много хорошего и очень много странного. Но это мнение людей и все... Ну, это ваша жизнь, это ваше видение мира. Мне кажется, что это называется свободой. То есть делать так, как ты можешь и хочешь, и не мешать другому делать так, как он может и хочет. Конкурсы, участие в конкурсе «Качество стилиста». Что здесь было интересного? «Качество стилиста» я участвовал много раз. И сейчас будет еще одна, это будет в Одессе 26 числа. Вот сейчас мая? Вот сейчас мая, 26 числа будет у нас в выставочном центре, номер в вокзале. Я буду участвовать в двух номинациях, поэтому я участвую сейчас в Одессе, потом участвую во всеукраинском, а потом в МИР. Какие номинации, мне интересно? Номинации с салонной стрижкой и окрашиванием и окрашиванием от бренда. Давайте поговорим об окрашивании. Я знаю, что сейчас и о технологиях. Я знаю, что это отдельная, потрясающая фишка вашей возможности, потому что вы все самое новое, все самое высокотехнологичное. Вы прекрасный, блестящий колорист. Вы человек, который знает самые современные стрижки, который знает самые интересные тренды, моду. Давайте об этом. Как развивается семимильными шагами ваш бизнес? Смотрите, я просто скажу, моду выбирает каждый человек. Моду несет каждый человек. И каково как мода... Она не может быть для всех универсальной. Абсолютно. Конечно, я с вами согласна абсолютно. Здесь как бы такое, здесь от внутреннего состояния человека. Конечно, согласна. А то, что касается трендов, тренды есть, они нам диктуют и тому подобное. Я, допустим, всегда слежу за какими-то новинками. Мне это все интересно. Несмотря на то, что я постоянно хожу на какие-то семинары, и если даже ничего нового не берут для себя, очень часто в последнее время бывает такое, мне хочется чего-то нового. Я как-то устал. Я такой человек, я даже вот в помещении, да, вот сделал ремонт, мне через три месяца хочется что-то менять. То есть мне скучно, мне хочется что-то добавить, мне хочется постоянно двигаться. И сейчас я в школе изучал химию не так глубоко. Если бы я знал, что у меня будет такая профессия, я бы еще глубже изучал. И сейчас мне это очень важно. Я знаю химию на поверхностном уровне, я могу прочитать на чубике красителя и тому подобное, из чего состоит, формула и тому подобное. Мне хочется знать об этом. Это же все химия, да? Конечно. То есть у каждого человека свои волосы, и нужно чувствовать, как к нему подойти. Абсолютно верно. Как будет связываться вся эта история. Абсолютно верно. Я так и думала. Я хочу через полтора месяца лечу в Рим, именно встречаюсь с итальянскими химиками, которые создают красители. И я хочу это все увидеть внутри. Мне сейчас это важно для меня. Это цель, это обучение, это что-то новое для меня. Поэтому я сейчас каждый день думаю об этом, когда же я улечу и когда же я для себя что-то новое открою. То есть сейчас я просто хочу, чтобы наши зрители поняли, есть громадные возможности человеку очень безболезненно, очень аккуратно, экологически. Потому что краска – это всегда краска, да? Я знаю, что сейчас красители становятся, в первую очередь, это защита волос, это не навредить, да? Это как в медицине, так? Сейчас это очень важно. Сейчас интернет, особенно на каких-то страницах, очень многие девочки там говорят об этом. Почему вот краситель должен быть таким, таким, таким и таким. Да, вот сейчас вот диктуют все сети, потому что девочки приходят, они уже умненькие, они уже видят много чего. Они уже знают, инстаграм они все посмотрели. Конечно. А на самом-то деле, да, вот красители растут, то есть уход за волосами растет, да, все двигается вперед. И сейчас намного безболезненнее, допустим, черного цвета сделать в один день блондинку и не испортить при этом. И не испортить, это очень важно. Помните, что было раньше, когда сжигали пиргидролем? Да, все пошло вперед. Я знаю, что среди ваших клиентов есть удивительные женщины. Это из мира искусства и профессура. Я встречала там, можно встретиться, это определенный светский салон. Я знаю, что к вам любят переходить, потому что ты получишь не просто удивительное обслуживание, чашку первоклассного кофе, какой-то замечательный разговор, общение. Что в вашей жизни значат ваши клиенты? Я знаю, что многие из них ваши друзья. Вы знаете, я очень сильно привыкаю к людям и очень быстро, и очень быстро подпускаю к себе очень близко к сердцу. Это моя ошибка. Так нельзя себя вести, но по-другому я не умею. У меня даже с коллективом такие дружеские отношения у нас, как огромная большая семья. Так оно есть, подтверждаю. Огромная большая семья, лайка. И на собраниях я периодически зову к нам психологов, мы общаемся. То есть каждый человек может общаться с психологом, сказать, что не нравится, что нравится. То есть на каждом собрании у нас происходит что-то удивительное. Конечно, я ругаю, конечно, я хвалю всех. Но при этом у нас настолько склоченная команда, и это очень важно. Потому что я продвигаю свою команду, я отправляю на семинары определенные. Я хочу, чтобы они выросли вместе со мной. Это очень важно. Они растут на глазах. Конечно, это моя вторая семья. У вас есть такая молоденькая совсем девочка, она из Донецка, да? Да, да, Маргарита. Ее Маргарита зовут. Она всегда моет голову, она всегда помогает вам. Вот за год, который я ее знаю, она выросла. Она выросла. Она выросла. Это удивительно. Она выросла и в умении общаться с людьми, разговаривать и быть приветливой. Кстати, в отношении улыбки. К мне недавно приходил человек, который должен был делать подвесной потолок. Он все время улыбался. Я спросила, почему вы улыбаетесь? Он рассказал мне историю, что его друг приехал из Америки и тоже начал улыбаться. Сказал, все американцы улыбаются. И он говорит, я решил попробовать. Я говорю, ну и как. Он говорит, здорово. Мне стало легче. Я начал добиваться успехов. Вы постоянно улыбаетесь. И вы добры в отношении к своим клиентам. Я считаю, что это замечательно. И вы во всем растете. Сейчас в вашей жизни возникло еще... Я уже, кстати, купила спортивный костюм у вас. И, скажите, вы одеты сейчас в том, что вы делаете. То есть вы сейчас выступаете еще как модельер. Расскажите мне, почему это возникло. Что это за такая линия? Айк. Смотрите. У меня в голове уже три года назад где-то приблизительно появилась эта мысль. Но почему-то я в себя не был уверен. Может, вокруг не находились еще те люди, которые мне помогли бы в этом. Я писал, рисовал всегда эскизы, какие-то платья женские. Но в основном мужское было. Сейчас почему-то мужчинам в основном женские. Потому что мне так захотелось. В моей команде наше производство называется Vatigo Art Group. Нас трое. Я, мой брат и мой друг. У нас три мальчика, которые ищут женскую одежду. Я на себя взял роль рисовать эскизы. Друг наш, Вадим, он как конструктор там соединяет. С Леночкой еще девочка есть. Они вместе это все делают. И брат мой выбирает ткань. Производство впоследствии. Да, поэтому сейчас мы еще запустили Vatigo Art Group. Мы уже одевали таких звезд, как Анна Седокова, как девочка-сериал ОООО. Очень многих наших одесских прекрасных девочек. Мы продвигаемся. Конечно, мы будем участвовать в Киеве на конкурсе. В ближайшем будущем сейчас уже написали. Мы ждем ответа. Надеюсь, что все получится. Сейчас мы именно занимаемся коллекцией. Это линия для молодежи? Нет. Нет? Нет. У нас есть даже детская одежда, начиная от годика и заканчивая до бесконечности. То есть я понимаю, что формирование коллекции – это формирование образов. Это формирование театрализованного представления. Какая новая коллекция, чему она посвящена? Я знаю, что у вас такие фантастические образы, наверное. Смотрите, новая коллекция, во-первых, будет связана с моими картинами. То есть вы вяжете и стилистику, и художника, и модельера. Прекрасно. Сейчас у нас, вот, у меня будет 16 или 20 картин. Я еще точно не знаю, как пойдет. Я не могу вам точно сказать. И одежда, каждая, вот, каждый стиль платья. И прически. И прически. Ну, понятно. Ну, понятно. В совокупности оно все будет связано с одной картиной. Вот сейчас мы ищем помещение такое нестандартное, где будет наш показ, где будут приглашены люди определенные. Да, мы сейчас этим занимаемся. Вот. И каждая картина будет символировать определенный стиль и определенную модель. Поэтому сейчас мы подбираем модели. У нас будет очень много темнокожих, азиатов. То есть мы сейчас выбираем именно модели. Тяжело с этим, к сожалению. В Одессе сложно, казалось бы, да? Казалось бы, да. Удивительно. Но мы ищем, мы уже нашли девочек, да, определенных. Сейчас ищем дальше. Мы уже нашли в Киеве двух девочек, вот. Поэтому мы не только в Одессе ищем, мы ищем по всей Украине. Они должны быть пластичными и суметь передать то, что вы задумали. Нам не только важна внешность, да, там параметры определенные. Нам еще важен человек, как человек себя несет, как человек себя преподносит. Поэтому это все в совокупности. Айк, кто из мировых стилистов является для вас образцом? Есть таковые или все-таки вы абсолютно самобытные и исходите из только своей внутренней сущности? На самом деле мы ни на кого не смотрим. Да, вот, допустим, я такой человек. Меня очень нравится Дольче Гопа. Ну, я их очень уважаю. Дольче Гопа нравится, да? Да. Но у нас свой стиль. То есть мы не смотрим ни на кого. У меня, мне подходит, допустим, друзья, говорят, а ты знаешь, там открылся такой-такой салон крутой, там, удобная. Я говорю, ну и класс, круто. Замечательно. Я не люблю соперничать. Да, конечно. Это глупо. Потому что, когда ты начинаешь соперничать, ты унижаешься. То есть ты не идешь к своей цели, а ты хочешь быть лучше. Конечно, я хочу быть лучше. Я хочу быть лучше для себя, для своих близких, для своего окружения. Поэтому я хочу создать то, что у меня внутри. Я считаю это правильно, а для искусства это самое важное. Какой у вас девиз по жизни? Мне вот интересно. Идти вперед и никогда не оглядываться. Я думаю, что это соответствует тому, о чем мы сейчас говорили. Идти вперед и никогда не оглядываться. И все-таки куда же идти вперед, думает Айк Вакимян со своей командой замечательной, где, кстати, работает и громадным, объемной себе работы несет ваша мама. Очень милая, замечательная женщина. Я, на самом деле, насчет мамы. Мама моя, моя опора, это мое все. Она вас безумно любит. Это видно. Я ее обожаю. У вас и брата, наверное. У нас очень-очень близкие отношения. С 16 лет она поставила так, что мы друзья. Я очень редко ее называю мамой. Даже когда я называю ее мамой, она удивляется, что случилось. Она говорит, что случилось. Поэтому я обращаюсь к ней по имени. Мы с ней друзья. То есть я считаю, это правильное воспитание. У моих детей будет такое же воспитание. Потому что когда вы дружите, не важно, это мама, это папа, это бабушка. Да у вас именно дружеские отношения. Ты можешь довериться полностью. И когда я маме рассказывала даже плохие вещи, которые совершал в 16-17 лет необдуманно. Мы ей доверялись. Она не ругала. Она не говорила, это плохо, я тебя накажу. Ты сегодня не идешь туда-сюда. Нет, такого не было. Она говорила, ты знаешь, я бы сделала бы по-другому, потому что так-то, так-то, так-то. Это замечательно. Она просто советовала. Это мне очень сильно помогло. То есть я в 17 лет уже жил отдельно. Я учился, заработал тайком для того, чтобы дети не узнали. Потому что они ругали, особенно отец. Я уже 18 лет купил за полгода себе фотоаппарат очень хороший на тот момент. Для человека, который учится за 800 долларов фотоаппарат за полгода заработал. Хотя каких-то 3 часа там. Но я сделал. Это для меня была уже большая победа. Конечно. Потому что это были мои деньги. Это они маму с папой помогли. И это мне удалось ему. Вот. И в салон. Я хочу сесть салонов. Через год я хочу открыть школу. Потому что очень многие информации. Мне уже хочется делиться. Я обучаю людей. У меня уже было 25 учеников. Я вчера только сидал, вспоминал. 25 учеников на протяжении этого времени. Да. Но я хочу открыть школу. Я хочу именно преподавать, делиться. Сейчас я пишу книгу. Какую книгу расскажите? Это интересно. О парикмахерском искусстве. Я вижу свое видение. Я, допустим, да, я маленький кусочек. Расскажите. Это очень интересно. Стрижка, которая делается за час. Как можно эту стрижку сделать за 15 минут? То есть сократить время какие-то. А вы очень быстро работаете. Удивительно. Это очень важно. Это очень важно. Для меня это важно. Я хочу, чтобы что-то новое внести в искусство парикмахерского. Я знаю, что у вас бывали дни, когда проходило очень много клиентов. Вы мне как-то говорили, что их было тут больше 30 или 40 человек. Ну, у нас... Как это можно издавиться? Вот этой скорости. И при этом ни один человек не почувствует себя ущемленным. Я просто видела это. Вы знаете, я, наверное, живу своей работой. Я очень сильно нервничаю, когда очень много людей. У нас было такое, что мы насчитали больше 55 человек. У меня только в один день. Удивительно. И я, вы знаете, я как-то вот, к сожалению, я периодически забываю, путаюсь в именах, но я помню, о чем мы говорили месяц назад. И продолжаю разговор. Человек чувствует себя просто единственным. Это очень важно. Как-то так получается, я даже не знаю. Несколько слов об Одессе в вашей жизни. Я знаю, что этот город стал вашим родным городом, который вы полюбили и имидж, с которым вы во многом работаете. Мне Одесса очень близка. Я первый раз приехал в Одессу. Мне было 16 лет. Мы жили в Киеве на тот момент с мамой и с братом. Я приехал в Одессу. День рождения. Девочки, мы познакомились в интернет. Я приехал к ней в гости. Я просто влюбился в этот город. Я настолько влюбился. Потом я обманным путем маме сказала, что в Одессе лучше, академия красоты. Лучше, чем в Киеве. Я обманным путем приехал в Одессу жить и учиться. И потом затащил маму. Мы сейчас живем в Одессе. И я Одессу считаю своим родным городом. Почему? Потому что она настолько мне близка. Я настолько чувствую Одессу. И мне хочется настолько развивать. Мне настолько хочется повлиять на культурную жизнь Одессы. И для меня это какая-то цель определенная. Я очень хочу этого достичь. Это замечательная цель. И я думаю, что это взаимно. У меня есть такая замечательная возможность тех людей, которых я выбираю, называть достоянием Одессы. То есть Одесса любит тех людей, которые любят ее и работают на славу Одессы. Делают свое дело красиво. Вот вы делаете красиво в буквальном смысле слова это дело. Вы делаете красивых людей. Вы даете им возможность, надежду на изменения. Потому что от того, как выглядит человек, зависит очень многое. Не только потому, что встречают по одежке, но провожают все-таки по уму. Я думаю, что просто изменение себя внутри, благодаря облику и образу, дает человеку возможность. Вот я хочу сказать, что это очень благое, замечательное дело. И что Айк Авакимян, художник, стилист, модельер, основатель компании Айким, является настоящим достоянием Одессы. Продолжайте творить и радовать одесситов. Благодарю. Мне очень приятно. Сегодня в гостях у меня был художник, стилист, модельер Айк Авакимян. Человек, который приехал в Одессу, полюбил ее и делает все, чтобы мы одесситы стали краше и лучше. Чтобы у нас были самые лучшие прически, замечательная одежда. И чтобы мы ездили по миру и чувствовали себя лучше. Не только в Одессе, но и в любом уголке мира. Будьте здоровы, счастливы, красивы и успешны. До новых встреч, дорогие друзья!